Итак, давайте дальше продолжать настраивать нашего персонажа. Так, включаем глаза. Смотрим, где находятся глаза, как они установлены. И первым делом, самое важное, давайте попробуем так привязать глаза костям через Shift на кости. Левая кнопка мыши, Post Mode. Выбираем нужную кость. Ctrl-P, Bone. Заходим в Object Mode. Находим глаз, Shift, левая кнопка мыши на кости. Post Mode, левая кнопка мыши на кости. Ctrl-P, сочетание клавиш Bone. Заходим в Object Mode, выбираем чисто только кости. И заходим в Post Mode. Давайте попробуем настроить вот эту косточку. Вот на эту. Ctrl-Shift-C, Track-To, свяжение. Кость перевернулась. Глаз перевернулся. Находим Constraint, Y, Z. Смотрим. Движим, значит, нашу вот эту вот косточку. Глаз работает. Ctrl-Z, все, это нормально. Теперь выбираем вот эту кость и вот эту. Ctrl-Shift-C, Track-To, Y, Z. Все пока. Смотрим, что происходит. Так, глаза сведят. Отключаем, включаем текстуры. Вот они, глаза работают. Ctrl-Z. Значит, теперь нам нужно погрузить вот эти глаза. Тройка на нападе в глазные яблоки. Это с помощью мов. Так. И нужно все это дело еще попасть. Так, повыше поднимаем. Заводим. Заводим. Так. И они у нас делают косяка. Значит, нужно поправлять кости. Смотрим, где у нас находятся вот эти управляющие кости. Они же смоют глаза на них. Значит, нужно поправлять эти косточки. И повыше. Вот так. Потому что я кости ставил от балды. И глаза у меня кривые у персонажа. Поправляем. Отводим. Так, что-то он какой-то становится бешеный. Так, а ну-ка. Ну, выводил я их вместе. Одновременно. Значит, проверяем, где находятся эти косточки. Так вот, костей много. Тут главное не путаться. Так. И через шифт вот эту. Костя отключаем. Так. Чуть-чуть глаза уводим вглубь. Так. Так, если этот глаз еще как-то нормально, то второй глаз как-то вообще. Ну, ладно. Проверяем. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. Главное, чтобы они следовали вот за этой костью. Потом все это дело под настроем. Так. Так. Глаза работают. Конечно, нужно их будет. А ну-ка. А мы их вот. Во! Вот так подстроим. Вроде подошли. Еще потом подкорректировать. Нормально будет. А ну-ка. Так. Теперь нам нужно привязать челюсти. Выбираем челюсть. Выбираем кости. Заходим в постмод. Выбираем нужную кость. Ctrl-P. Bone. Object Mode. Нижняя челюсть. Кости через шифровую кнопку мыши. Post Mode. Нижняя кость. Ctrl-P. Bone. Так. Тройка на нампаде. Object Mode. Выбираем только кости. Выбираем Post Mode. Выбираем челюсть. Выше поднимаем. И пробуем завести. Так. Что у нас тут не так? А не так, что у него прикус. В принципе, не такой правильный. Вот так вот. И чуть-чуть вперед, значит, у него челюсть. В губе. Так. А эту косточку, она не может быть так низко. Вот сюда. И чуть-чуть назад. Ну, в принципе, челюсть стала. Так. Теперь нам нужно настроить веки. Веки это у нас вот эти кости. Мы их опускаем вниз. Чуть можно поближе подвести. Чуть повыше. Вот так. И по прошлому ролику, значит, так ставим. Выбираем вот эту кость. Теперь верхнюю... Верхняя века. Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Игрик-Зет. Ось отключаем. Ставим. Локал-Спейс. Локал-Спейс. Теперь то же самое делаем с нижним веком. Что я тут выбрал? Правильно. Вот эту косточку нижнего века. Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Игрик-Зет. Отключаем. И опять же ставим Local Space. Локал-Спейс. Ну, ставим теперь именно инвертацию по иксу. Ну, проверим, как это все дело работает. Так. Выберем вот эту косточку одну. Ну, все работает. Так. Ну, как-то она работает, что в принципе вроде как и не работает. Так, а почему? А почему так-то? Получается, вот сейчас глаз у нас закрыт. Значит, нужна нам кость глаза. И глаз надо увести вглубь, что ли? А ну-ка, проверяем. Проверяем. Возвращаемся назад. И почему такая штука, потому что я не сохранил в прошлый раз привязку персонажа к костям. Ctrl-P. Бон. Выбираем персонажа через шифт кости. Ай, назад. Ctrl-Shift. Ctrl-P. Width. Автоматик. Widget. Все, привязка прошла. А ну-ка, теперь выбираем персонажа. Кост-мод. Ну, в смысле, кости. Все, глаз работает. Все нормально. Настраиваем теперь этот глаз. Так, выбираем вот эту косточку. Вот бывают такие казусы. Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. XY отключаем. И Local Space. Local Space. Это верхняя века. Теперь выбираем опять вот эту косточку. И через шифт уже только нижнюю кость глаза, ну, века. Ctrl-Shift-C. Сочетание клавиш. Copy Rotation. YZ отключаем. Local Space. Local Space. И инвертацию по X. Теперь получается, если мы будем вертеть главную нашу вот эту кость, то у нас тут идет сбивка. Вот это. Ctrl-Z. Значит, выбираем вот эту кость. N-Panel. И, значит, ставим ротация. По YZ запрещена. Так, этой тоже по YZ запрещена. И этой тоже по YZ запрещена. Так, проверяем. Что-то фигня какая-то происходит. Так, а если мы выберем только эти кости, то глаза у нас работают. Все, значит, управление идет только этими двумя косточками. Вот этими. А эта кость просто как привязка идет. Все. Она ни за что не отвечает. Просто то, что кости у нас находятся на одном расстоянии друг от друга. Так, проверяем теперь. Тройка на налпаде, значит, R-челесть закрывается. Смотрим, как он выглядит. Ага. И вот эта штука. Давайте разбираться, откуда она идет. А она идет, что вот эта косточка, видать, к чему-то привязана. Ctrl-Z. А ну-ка. Если мы эту кость G двигаем, губа движется. А вот эта кость. Она отвязана. Вот такая нехорошая штука. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Заходим в Edit Mode. Удаляем вот эту кость. И значит, придется удалить зеркально вот эту. Значит, Delete. Бомб. Выбираем вот эту кость. Вот эту. Так. F. Ну и тут тоже самое сделаем. Выбираем вот эту кость. Вот эту. Вот эту. Все. Заходим в Post Mode. И теперь, значит, Это кость на эту, это на эту, это на эту, это на эту, а это кость вот на эту. Ctrl-Z. 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 эту косточку на эту Ctrl-Shift-C, Stretch-Tool все тут так же остается все нормально заходим в Object Mode выбираем персонажа, кости черешит Ctrl-P будет automatic widget, перешиваем, потому что были добавлены новые кости все это дело изменено ну в принципе все нормально, только нужно теперь опять же проверить выбираем кость стройку на нампаде, делаем R вот эти кости нужно отвязать так, это кстати кость отвязана, ее нужно привязать а эту кость нужно отвязать так, что еще ага, Ctrl-Z, пардоньте все нормально, все сейчас исправим заходим опять же в Edit Mode выбираем центральную кость она тоже должна быть привязана Ctrl-P так она привязана так постмод попробуем перевязать Ctrl-Shift-C Ctrl-Shift-C так губа движется она привязана возможно то, что она очень далеко стоит от мыши так, смотрим вот она кость вот она кость отвязана это привязано Ctrl-Z, Ctrl-Z не беда Edit Mode выбираем вот эти две кости и делаем Delete Mode значит с этой стороны на эту выходим через Shift так это F английская так, а с этой стороны на эту кость F английская и в постмод перевязываем вот эту кость на эту Ctrl-Shift-C Stretch-2 и вот эту кость на эту Ctrl-Shift-C Stretch-2 так, смотрим что да как вот теперь мы можем вводить челюстью полностью Ctrl-Z это выбрав вот эту кость все заработало все работает все нормально так Ctrl-Z это нормально так, теперь проверяем работу этих костей эта часть работает Ctrl-Z если вы какую-то кость подвигали обязательно назад ее верните в исходное положение так G ухо движется движется но здесь не хватает вот за что я вам говорил висок стоит а челюсть смотрите видите челюсть движется в принципе так чуть-чуть реалистичнее будет или можно добавить кость чтобы челюсть была неподвижна ей назначились свои веса так а ну-ка если будем эту двигать все вот это нормально будем только кончиками уши вот этими создавать движение все нормально пойдет так теперь это дуги вот эти бровные смотрим что да как работает работает все нормально опять же заходим в Edit Mode и я хочу вот эти все кости бровные дуги завязать еще на косточку какую-нибудь так это значит тройка на нампаде давайте одну какую-нибудь вытащим E Alt P Clear Parent и G поставим к бровям вот сюда семерка на нампаде подрегулируем уведем вот сюда ее подальше сделаем тройку на нампаде сделаем R чтобы она была задрана кверху вот так можно ей еще сделать R конечно так единица на нампаде уведем ее по центру вот так будет хорошо и вот эти верхние кости вот эти вот эти вот эти и вот эту даже так или последнюю не надо мне тоже проверил надо вяжем к этой кости Ctrl P Keep Offset а эту кость управляющую вяжем в голове Ctrl P Keep Offset теперь семерка на нампаде делаем вот этой косточке Shift D дублируем и делаем Mirror X Global правой кнопкой мыши отводим вот сюда и к ней опять же привяжем вот эти все косточки Ctrl P Keep Offset заходим в Object Mode и опять перевязываем раз мы добавили косточки Ctrl P With Automatic Edit добавляем меняем привязку точнее ну вот в принципе и все настройка есть так что еще хотелось бы сделать в принципе все работает губы работают зубы работают уши работают так давайте еще проверку сделаем это значит Boss Mode единица нам падим ну вот чуть-чуть ключица будет работать если рука будет работать ну чуть-чуть можно создать движение плечом типа так а что у нас с наклонами головы значит R опа а вот эти кости у нас не привязаны вы видите да вот эти кости или что это такое а ну как Ctrl Z так эти кости привязаны Ctrl Z решаем проблему получается у нас вот эти кости вот эти они же не должны быть привязаны ну вот если они сейчас вот работают все они работают на растяжение но так эти тоже привязаны они же вот эти кости большие они руководят ага понятно вот она отвязана кость вот она тоже отвязана получается это только верхние кости вот у них вот такая вот шняга так ладно исправим этот момент зайдем в edit мод удаляем кости и по новому их вставить надо так значит от этой стороны идем в эту F от этой стороны идем к этой F ну и здесь тоже закрепляем так Настраиваем, проверяем, если что, потом уже добавляем и ту сторону. Так, Ctrl-Shift-C, Trach-To, эта часть на эту. Так, проверяем G, вот, все, они связались. Все это дело хорошо, тогда точно так же делаем Object Mode. Так, Edit Mode, выбираем эту косточку и через Shift-C, значит F, тут тоже F и тут тоже F. Заходим в Cross Mode, эту косточку на эту, идем зеркально, Ctrl-Shift-C, Trach-To, Ctrl-Z, ага, неправильно. Неправильно, вот эту косточку, к этой, вот что я тогда напорол. Я привязал центральные кости зеркально, этого делать было нельзя. Так, вот это тоже настраиваем в Stretch-To. Проверяем, давайте сразу, если вот это вот G работает, это G тянется, ничего, ни одна косточка не отстает. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Object Mode, персонаж, кости, Ctrl-P, на всякий звучит перевязываем. Так, теперь опять же, пустим. Озмод. Проверяем, челюсть должна, а, позвоночник, вот, портунте. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. 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 Получается, вот эти кости я тоже не привязал. Edit Mode, вот эти, верхние кости. И вот эти тоже. Мы их вяжем через шифт в голове. Ctrl-P, Keep Off Set. Да, они были отвязаны. Заходим в Post Mode. Ну, еще раз проверяем. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Так. Заходим в Edit Mode. Выбираем вот эти верхние кости. И они, походу, тоже не привязаны. Вяжем их в голове. Ctrl-P. Да, Keep Off Set. Вот, много костей, и забыл я кое-какие привязать. Так. Тройка на нампаде. Так. Здесь теперь, что ж, она происходит с ртом. В прошлом Риге такого не было. Так, надо понять, что это за кости. Все, кости найдены. Заходим теперь в Edit Mode. И удаляем вот эти две кости. Delete. From. Выбираем вот эту косточку. И вот эту. Жмем F. Соединяем. Теперь вот эту кость. И вот эту. F. Соединяем. Заходим в Post Mode. Опять она тут теперь и поотвязалась. Так, а ну-ка. Ctrl-6-C. Stretch To. А ну-ка. А ну-ка. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Оставляем предыдущие кости. И пробуем. Вот эту кость. Привязать к этой. Ctrl-P. Keep Offset. Чтобы она не двигалась. И вот эту кость к этой. Ctrl-P. Keep Offset. Посмотр. А ну-ка. Давай-ка. Ну вот. Все работает. Рот привязан. Так. Вот это. Что за кости? Теперь уши. Блин. Уши отвязаны. Edit Mode. Привязываем вот эти две кости. И вот эти две кости в голове. Ctrl-P. Да. Отвязаны. И Popset. Вот такие бывают казусы. После того, как вы ставите кости. Какие-то отвязываются. Какие-то привязываются. Так. Вот. Что тут еще? Так. Так. А вот эти кости надо вот эту кость удалить. Или настроить на нее Ctrl-C в 3-4-2. И куда-то она свалила сама. Ладно. Давайте ее удалим. Так. Это. Edit Mode. Delete Bomb. Ну и эту косточку. Это за ненадобностью. Нам в принципе на ухе нужно только верхняя крутая часть. Чтоб чуть-чуть двигалась. Ну. Не сильно так. И нужна она конечно была. Так. Заходим в Object Mode. Перевязываем Ctrl-P. Ctrl-P. Будет автоматик виджет. Ну и опять тестим. Чтобы уже все точно было сделано. Так. Выбираем шею. Тройка на новпаде. R. Так. Еще одна какая-то вылазит. Вот они. Две косточки. Тройка на новпаде. По-моему это нос. Так. Нет. Нос привязан. Нос привязан. Но где-то две каких-то косточки тянут. Так. Еще раз. Шеем. Отключаем видимость костей. Ага. Все. Найдено. Это значит. Это значит. Вот это кость. И вот это. Делет. Бом. Оз мод. полигон вершина тянет значит object-mod персонаж кости control-p будет automatic виджет перевязываем именно веса и привязку post-mod пробуем опять все все нормально все хорошо ctrl z ctrl z так вот такая настройка пока костей теперь нужно ему придать какой-то вид с помощью аддона так rig tool это уже в следующем ролике все это дело сделаем так давайте проверим еще раз так вот этот выбираем кость g все глаза нормально работают что еще тут есть проверяем значит закрывание наших век так веки закрываются смотрим что тут немножко нужно подкорректировать надо будет где какая кость подправить так это какие косточки у нас значит получается вот эта кость слишком высоко зашла вот так вот надо ну и здесь эту косточку находим вот это уже нормально проверяем еще раз так кости перекручиваются почему-то так n поставим каем так спрыгнули замки что ли yz нет Угу. 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 Итак, пока вот такой результат. Все, в следующем ролике настраиваем вид костей. ну и может быть еще вырезать какие-то вопросы по тому какие мышцы должны двигаться там уже будем корректировать все всем пока до свидания